Женя, давай вспомним, с чего все начиналось. Первые шаги в хоккей, как это было, почему именно хоккей? Ну, как-то в детстве не было прям какого-то желания определенно заниматься каким-то делом или видом спорта. Разным занимался видами спорта, и там карате, и гимнастикой. И просто потом в один определенный момент сосед мне сказал, что якобы своего сына записал на хоккей. Но я удивился, думаю, что у нас хоккей есть, в Караганде не знал вообще, что такое. Видел по телевизору, может быть, раз, два. Все, пришел, ну, мне было туда уже, наверное, сколько, ну, лет семь-восемь, наверное. И все, зацепило на желание, вывез как-то. Форму покупал на районе, там, не знаю, искал, вначале искал у пацанов, у друзей, у кого где-то что завалялось. Когда уже более-менее все стало получаться, уже как бы там где-то в состав пробивался, и, ну, было желание, было интересно. Потом в определенный момент нам, в нашу команду, отправили в Сапаев. Это по лесхозгарным городам. И там уже кардинально все поменялось. Там уже и условия были все созданы для того, чтобы воспитывать игроков-хоккеистов. Потому что, я считаю, много, допустим, карагандинских ребят, кто постарше были, многих, мне кажется, забрала улица эти вот всякие слабости. Потому что у нас там не было никакой такой возможности пойти куда-то направо или налево. У нас было все расписано, все было строго от А до Я, и никаких послаблений мы себе не позволяли. И, наверное, благодаря только этому, те ребята, которые сейчас у нас есть и в КХЛ, и, слава Богу, в НХЛ один человек поехал. Благодаря только этому, еще дисциплина, за счет порядка, что вот так вот все сложилось, училось. И поэтому, наверное, сейчас я здесь сижу и даю интервью. Расскажи, пожалуйста, о своем первом тренере. Что, на твой взгляд, самое главное в работе с детьми? Мой первый тренер – это Верещагин Георгий Андреевич, который сейчас тренирует в АХЛ на маткоманду. Тренер очень требовательный. На первом месте у него была дисциплина. Он всегда говорил нам, что порядок бьет класс. Если где-то у нас там что-то как-то где-то не получалось, даже если там технически и тактически, то мы за счет порядка дисциплины много тоже чего выигрывали. Я думаю, нынешнему поколению нужен немножко другой подход, чем который был с нами. Нас-то там и кнутом, и пряником, и ругали, и кричали. Мне кажется, сейчас с детьми надо немножко по-другому работать. Я тоже общаюсь с тренерами, которые уже там закончили, сейчас тренируют. Много где родители недовольны, когда там ребенка по голове ударишь или еще что-то. Поэтому в наше время нужно находить более лояльный подход какой-то, наверное, психологический, как-то больше подходить именно на работе здесь. В 17 лет ты принимал участие в юниорском чемпионате мира. Он стал для тебя очень успешный, ты отметился заброшенными шайбами. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления о своем первом мировом первенстве. Было честь для меня съездить, это был первый чемпионат мира для меня. Потому что у нас и ребята 95-го года и пораньше ездили уже, там, за 95-й год играли, 93-й. Скажу так, если бы я некоторые моменты понимал бы немножко раньше, чем, допустим, ну, все равно старше становишься, понимаешь, начинаешь немного больше в хоккее и так далее. Вот если бы немножко больше тогда понимал, я бы намного лучше мог выступить. Скажу так, может быть, где-то психологически был не на 100% готовлен к таким турнирам и чемпионатам. После юниорского чемпионата был молодежный чемпионат мира. Расскажи, пожалуйста, как он прошел, ведь там также ты отметился заброшенными шайбами. Там уже было немножко все полегче. Там, ну, сыграл лучше, скажу, много, чем до 18. Интересно. Ребята ездили, у нас, ну, поехала до 20 сборная. Все мы до этого встречались в разных клубах и вместе играли. Коллективы собирали, что до 18, что до 20 всегда хорошие, дружбные. Ну, потому что мы давно знаем, все играем, все в Казахстане, можно сказать. И было интересно. Ну, было лучше, чем до 18, скажу так. Давай вспомним твой первый матч за взрослую команду. Что тогда ты испытывал? Какие чувства тебя одолевали? Первый матч, да, я сыграл в... Сергей Васильевич Старыгин дал мне шанс сыграть. Я был тогда в Уссеногорске, по году играл по 95-му. И вот меня подключили тогда в Торпедо 2, как она называлась, по-моему. Да, тогда вот сыграл. По-моему, я в тот год сыграл Лигер-6, наверное, за них. И тогда же за него я забил первый же гол свой за очерек, а тогда, помню. Ну, желание было, эмоции, классно. В новом сезоне Тимиртау работает под руководством Евгения Степановича Королева. Что скажешь о его методике работы, что нового он принес в игру команды? Евгений Степанович интересный тренер на самом деле. У него подход, ну, по мне, у него более европейский такой подход к команде. У него... Он до конца понятно, что он с командой молодая. Будут ошибки, будут... Многие ребята... Бывает, у него что-то случилось, там, допустим, ну, не дай бог дома, там, или там с девушкой поругался. Он приходит на тренировку, он уже немножко, ну, где-то может... Не может спрятаться с собой, чтобы, там, забыть это и включиться на тренировку. Но это в силу молодости, допустим. И у него нет такого, что он начнет, там, начинает орать или, там, паниковать, нервничать. Он до конца всегда, ну, выдержка у него очень хорошая. И вот за это я вам огромное спасибо. Потому что, ну, пацаны-то, понятно, молодые и... Всякая бывает в жизни, как бы. А так, ну, меня устраивает, мне очень нравится. Я получаю удовольствие от нахождения здесь, от хоккея, от игры. Что значит для тебя быть капитаном и приходилось ли тебе раньше вести команду за собой? Ну, это новый шаг для меня. Проявить себя в лидерских качествах. Я, как-никак, один из самых старших игроков в команде. И за счет этого как-то дальше пробиться, выбиться в другой, более интересный хоккей, большой хоккей. Совсем недавно у тебя родился сын. Расскажи, пожалуйста, о своей семье. Хочешь ли ты отдать своего сына в хоккей? Да, родился. Счастье вообще, я помню, штаны было. Был такой взлет эмоций. Такое событие в семье происходит, да, это все. Это что-то новое, что-то первое для тебя в твоей жизни. Потом, после этого пошел небольшой спад, видимо, много выплеснул эмоций, много потратил их. Потом немножко пошел небольшой такой спад. Это все отложилось и на игры тоже. Но замечаю с собой такие вот действия. Чем становишься старше, тем больше начинаешь понимать, что к чему и как. На хоккей поставлю, на коньки однозначно поставлю, буду пробовать там с начала, с детства. А там, я думаю, он решит сам, понравится ему это или нет. Чем ты занимаешься в свободное время? Ну, с рождением сына свободного времени нет вообще. Ну, относительно, как бы. Все, тренировка сразу домой, домашние дела. Приоритеты все поменялись кардинально. Ну, я думаю, те, у кого есть детей, они понимают. Все, дом, семья, прогулки. Сейчас уже начались, уже там можно погулять, где-то пойти. Помогает мама, теща приходит, сидит спокойненько там, все, с мальцом. Мы нет, где-нибудь тоже там магазин съездить, прогуляться в кино. Ну, не так часто, а в основном все, дома, дома, дома. Друзья ко мне уже не я, они уже ко мне приходят в гости. Ну, Соньку помогу поиграть дома. Так, домашние дела. Жень, скажи, у тебя есть какие-нибудь хоккейные кумиры? И следишь ли ты за чьей-нибудь игрой? Может быть, какая-то команда фаворит есть? Ну, так уже нет, наверное, прям, что каких-то кумиров. Ну, нет. Саня Овечкин, наверное, так. Но он мне нравится тем, что он... Уже ему сколько? Уже достаточно лет, наверное, 34, наверное, ему 33-35. Ну, точно, я не знаю. Он бьется, кусается, у него глаза горят себя хоккеем. И, ну, то, что он играет в этой команде, наверное, я... Единственная команда в моем инстаграме, на кого я подписан, это на Вашингтон Капитлс. И вот и все. А если бы не хоккей, то каким видом спорта ты бы занимался? Даже футбол, наверное. Тоже неплохо получается играть. Сейчас, конечно, рано об этом говорить, но расскажи, пожалуйста, чем ты планируешь заниматься после завершения хоккейной карьеры? Ну, вообще, мысли такие. В период в своей хоккейной жизни заработать определенный капитал, на который ты можешь, допустим... Ну, я планирую... Есть, как бы, там пару-тройку идей. Сейчас уже, ну, сейчас пока по финансам, конечно, ни туда, ни сюда. Просто, ну, куда-то вложиться, открыть какие-то... какое-то дело свое. И, помимо этого, не знаю, наверное, бы попробовал бы, не обещаю, но попробовал бы заняться, не знаю, тренерской работой, может быть. Ну, желания такого бешеного нету, стать тренером каким-то там. Хочу пассивный доход какой-то, чтобы был там... И работать с ней дома, отдыхать на море, чтобы были деньги. Продолжи, пожалуйста, фразу «хоккей для меня». Хоккей для меня – это, наверное, можно сказать, жизнь, потому что столько лет отдал этому виду спорта и планирую до конца этим делом заниматься, насколько, дай Бог, позволит здоровью, возможность. Планирую все-таки еще сыграть на более высоком уровне, не останавливаться на очерках, конечно. Хоккей – это все, это моя работа, любимая работа. Я прихожу, занимаюсь любимым делом, это мало кто может, мне кажется, в жизни получать деньги, занимаясь любимым делом. Это повезло, фортануло, не знаю. Это любовь, хоккей – это любовь. Расскажи о своей хоккейной мечте. Хоккейная мечта – попробовать свои силы, как минимум, наверное, в КХЛ. Ну, я думаю, что рано или поздно, я верю в это, что судьба предоставит мне такой шанс. Как бы, вот, пожалуйста, проявляй себя. И там уже только все зависит будет от меня. Либо да, либо нет. Но я верю, что такой шанс раз в жизни должен выпустить. В последней выездной серии ваша команда одержала две победы над финалистом Кубка Казахстана Петропавловским Кулагером. Расскажи, пожалуйста, об этих матчах. Я думаю, что самое главное – это желание. Мы больше хотели выиграть, чем они. По первой игре было видно, что у соперника недонастроен был на нашу команду. Ну, это очевидно, это сразу понятно, что… А мы забили просто быстрые голы в первой игре, ну, свои, и довели дело до конца. Ну, молодцы, что у нас не было даже во второй игре такого, что мы где-то период играли, период не играли, потом опять… У нас мы прям хорошо всю игру держались, прям, и здорово, молодцы. По второй игре они уже, конечно, видимо, работу над ошибками сделали и так далее. Но там, конечно, удача была на нашей стороне. Скажу так, что они бросали где-то там моменты, у нас вратарь, ну, Богдан просто шикарно сыграл. А мы бросали, ну, там вратарь чуть похуже сыграл, мы забили. Свои голы плюсы, пустые еще голы забили. А так, самоотдача, желание выполнения игрового задания. И просто сыграли в современный хоккей, который сейчас требуется почти везде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok